МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Высокий профессионализм. Коллектив Бобрусского отдела Департамента охраны стал победителем областных соревнований. Этим результатом помогла кропотливая работа. Чем отличились правоохранители? Неспокойная дорога. В городе в ДТП попала маршрутка. Выбирать боковой интервал и дистанцию, учитывать погодные условия. Есть ли пострадавшие? Под звон колоколов. В Бобруск привезут ковчег святых. У нас есть уникальная возможность. Куда прибудут мощи? А также плюс за окном. Качество по-белорусски и продуктивность работы. Великий камень вдвое нарастил прибыль. О какой сумме речь? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Александр Лукашенко по приглашению российского коллеги прибыл в Татарстан. С трапа самолета белорусский лидер направился в Казанский Кремль. Здесь прошла двухсторонняя встреча с главой Татарстана. Во время переговоров Рустам Минихамов вручил Александру Лукашенко орден Дуслык. Это вторая по значимости госнаграда Татарстана. Им награждает за особые заслуги в укреплении международного авторитета республики, дружбы и сотрудничества. Может быть даже и хорошо, что внешние обстоятельства нас толкнули ближе друг к другу, мы перестали спорить на ровном месте, мы поняли, что друзей у нас в общем-то немного, а может быть настоящих и в общении, и что нам надо свое счастье создавать самим. Мы и начали это делать. Получается, не без труда. Надо время. Мы это сделаем. Татарстан, он нам близок тем, что это территория России, самая развитая, я считаю. Это уровень развития не ниже, чем Беларусь. Высокотехнологичная, промышленная. Когда вы говорите, что вы достигли там 3 с лишним по 4 процента ВВП в регионе, это дорогого стоит, потому что удельный вес промышленности очень высушил. А это большая конкуренция. Те ушли, китайские производители, другие заходят, все на этот рынок заходят. И надо конкурировать, и вам, и нам. Александр Лукашенко посетит церемонию открытия международного высокотехнологичного турнира «Игры будущего». Состязания обещают быть одними из самых грандиозных спортивных событий в этом году. А Казань станет первой в истории хозяйкой новой цифровой Олимпиады. Беларусы также выступят в нескольких дисциплинах. Всего в турнире примут участие свыше 270 команд из 107 стран. Поперек дороги в Бобруйске маршрутка столкнулась с легковушкой. 20 февраля вечером на улице Ленина водитель маршрутки при перестроении врезался в легковушку, которая двигалась параллельно в соседней полосе. Микроавтобус получил повреждения. Разбита передняя часть. У Тойоты повреждена правая сторона кузова. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать безопасный скоростной режим, выбирать боковой интервал и дистанцию, учитывать погодные условия. Также мы обращаемся с просьбой к гражданам, которые стали очевидцами ДТП или располагают информацией с записями видеорегистраторов, сообщить об этом по телефону В результате аварии пострадали два пассажира. Обстоятельства случившихся устанавливаются. Промышленная политика, вкусная выставка и национальные традиции. Белорусская вытенанка может пополнить список всемирного наследия ЮНЕСКО. В чем культурная ценность? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Великий камень вдвое нарастил прибыль. По итогам 2023-го почти на 9,5 миллионов долларов. Объем промышленного производства также вырос на 56%. На 6% прибавил и экспорт. На четверть увеличилось количество работников на предприятиях индустриального парка. Сегодня в нашей стране в качестве резидентов зарегистрировано 127 компаний из 14 стран мира. В рамках единой промышленной политики между Минском и Москвой заключено соглашение с целью импортозамещения и ускорения процессов локализации производства в союзном государстве. Благодаря этому расширятся механизмы поддержки проектов, снизятся барьеры для развития новых видов конкурентно-способств. План мероприятий подписан на ближайшие три года. Усилить позиции на рынках других стран, подтвердить высокое качество выпускаемой продукции – стратегическая задача для белорусских переработчиков. Крупнейшая продовольственная выставка на Ближнем Востоке привлекает внимание лидеров индустрии. На коллективном стенде нашей страны представлены крупные производители масла, мяса, молока и напитков. В рамках форума у нашей делегации будет возможность провести переговоры с покупателями и импортерами из 127 стран. Белорусская вытянанка может пополнить список всемирного наследия ЮНЕСКО. В него уже внесены отечественные обряды – «Калядные цари» и «Юревский хоровод», а также «Будславский фест» и «Культура бортничества» и «Соломоклетения». Это еще раз подчеркивает, в нашей стране делается многое для сохранения и популяризации наследия прошлого, национальных традиций и обычаев. Гололедица и до плюс 9 ожидается в Беларуси 22 февраля. Синоптики обещают преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут осадки. В основном дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер южный умеренный. Температура воздуха максимальная днем. От плюс 1 по северо-востоку до 9 тепла на юге. Нынешняя электоральная кампания – одна из самых ответственных за всю историю независимости государства. По информации Центра избиркома, явка избирателей по стране уже практически 6%. В целом по стране организовано 5 411 участков. Гражданам необходимо выбрать 110 депутатов в Палату представителей и более 12 тысяч депутатов местной советы. Очередной этап электоральной кампании – досрочное голосование стартовало успешно. Члены избирательной комиссии работают слаженно, грамотно, компетентно. На избирательном участке номер 2 созданы все необходимые условия для избирателей. По настроению избирателей видно, их интересует электоральная кампания. Важна программа кандидата в депутаты и уверенность в том, что народные избранники будут работать на благо людей и страны. Тихо, спокойно, уютно, красиво, очень доброжелательные люди хорошие здесь всегда. Подскажут, если что, не понимаешь. Мне очень нравится здесь приходить голосовать. Хочу, чтобы мои дети радовались жизни, в будущем, на перспективу. Продумала этот вопрос и перешла. Это моя гражданская позиция. Я обязана была это сделать, проголосовать. Я пенсионерка, это мой гражданский долг, я обязана это сделать. Такая атмосфера приятная, очень грамотные специалисты объяснили все. Официального подтверждения причин, по которым избиратель не может проголосовать в основной день проведения выборов, не требуется. Отдать свой голос за кандидатов в дни досрочного можно с 12.00 до 19.00. По субботу включительно комиссии работают без перерыва на обед. Коллектив Бобрусского отдела департамента охраны «Победитель областных соревнований». За достойным результатом стоит кропотливый труд, высокий профессионализм и преданность выбранному делу. Елизавета Липеева пообщалась с правоохранителями. Бобруйский отдел департамента охраны круглосуточно на страже правопорядка. Квартиры, дома, гаражи, магазины, предприятия, офисы, школы под пристальным вниманием сотрудников более 8 тысяч гос и частных объектов. По результатам работы прошлого года коллектив лучше в Могилевской области. «Этим результатом помогла кропотливая работа всего отдела. Мы за 23 год заняли лидирующие позиции по физподготовке. Наша сборная заняла первое место по самообороне. Сборная по футболу, соответственно, стала чемпионом у города Бобруйска и области». В минувшем году в регионе не было допущено ни одной кражи сохраняемых объектов. При этом за 365 дней городские наряды групп задержания выезжали на места более 10 тысяч раз. При этом раскрыто почти 50 преступлений. Отличные результаты возможны только благодаря полной самоотдаче. Ежедневно сотрудники доводят до совершенства навыки стрельбы. Занятия помогают более уверенно чувствовать себя при выполнении поставленных задач по охране общественного порядка. Автомат Калашникова, пистолет Макарова несут службу наравне с людьми. «Закончил службу в ноябре во внутренних войсках и решил дальше продолжить свой путь в Бобруйском департаменте охраны. Сейчас занимаюсь, прохожу стажировку по месту службы. Очень доволен. Каждый день проходят тренировки. Командиры, наставники с каждым днем повышают и повышают мой уровень и качество выполняемых приемов. Поэтому в дальнейшем собираюсь продолжать службу именно здесь». В интерактивном зале вместо нарушителя закона мишень на экране, в реальности всё совершенно иначе. Буквально месяц назад наряд Бобруйского отдела департамента охраны прошёл проверку на прочность. Лицом к лицу правоохранители встретились с агрессивно настроенным мужчиной с ножом в руках. Злоумышленник угрожал прохожим, повреждал машину. Требования сотрудников бросить нож на землю игнорировал. «Буду проявлять оружие! Брось нож! Брось нож!» Дебошира не остановил предупредительный выстрел в воздух. Неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы невысокий профессионализм. Милиционерам пришлось применить огнестрельное оружие. Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. «Уже изначально, когда двигались на место происшествия, в голове проворачивали разные ситуации, как будем действовать, страховать друг друга. Когда прибыли гражданин, сразу же всё внимание перевёл на нас». «Нас готовили к этому. С самого начала, когда обучали в Гранях, говорили, что выезжайте на каждую сработку, как на боевую задачу. Поэтому страха особо не было». Надёжность, безопасность и профессионализм – такие резонансные случаи подтверждают. Случайных людей в отделе департамента охраны не бывает. Работа опасная, требует железной выдержки. Но каждый сотрудник на 100% готов к выполнению поставленных задач. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360. На пути к Афону в Бобруйск 24 февраля прибудут святыни. Частица пояса Пресвятой Богородицы и мощи святых и праведных Иоакима и Анны привезут в Иверский храм, который находится в микрорайоне Киселевичи. В субботу состоится молебен. Возглавят его епископ Бобруйский Ибыховский Серафим. На протяжении трёх дней все желающие могут прикоснуться к святыне. В понедельник в 2020 ковчежец отправится в Могилёв. У нас есть уникальная возможность приложиться к этой святыне, помолиться о наших семьях, о мире в нашей стране, о том, чтобы Божья Матерь сохранила и наш Бобруйск. Согласно церковному преданию, Дева Мария собственноручно сплела пояс из верблюжьей шерсти. Реликвия – единственная сохранившаяся часть земной жизни Божьей Матери. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Айриан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин